Здравствуйте, это программа новости Сургута. Меня зовут Дина Беглова. Шестой созыв Государственной Думы Российской Федерации только что завершил свою работу. Закончилась весенняя сессия и сейчас депутаты Государственной Думы работают в регионах, которые они представляют. Сегодня гость нашей студии Павел Завальный, представитель комитета по энергетике Государственной Думы. Здравствуйте, Павел Николаевич. Госдума закончила сессию, депутаты в рамках региональных недель работают в своих регионах. Как вы оцениваете эффективность работы комитета по энергетике, который вы возглавляете, и в целом Государственной Думы для нашего округа? Самое время подводить итоги. Не случайная работа в комитете. Впервые за всю историю комитет возглавляет представитель ЮГР. ЮГР, как все знают, является антистическим средством России, добывается около 50% всей добываемой нефти в России. И если взять вообще в целом экономику, структуру промышленного производства, то 98% это ТЭК. В том числе нефтедобыча где-то 82%, нефтепереработка 10% и 6% это электроэнергетика. То есть, по сути, моя работа в части законодательного обеспечения развития топливного комплекса, это полностью соответствует, скажем так, работе нашего округа. И от эффективности работы ТЭКа зависят доходы налоговые и, соответственно, возможности решения вопросов. Поэтому в комитете за этот период было принято более 30 законопроектов. Все они были направлены или на совершенство законодательства в сфере электроэнергетики, развития нефтяного отрасли, угольного вопроса безопасности. Ну, к наиболее значимому принятое в последнее время, я бы отнес, наверное, закон о платежной дисциплине, который был принят в ноябре прошлого года. Неплатежи в сфере ТЭК за энергоресурсы сказываются на тарифах, на всех тарифах, тарифах на электроэнергию, тарифах на ЖКХ. Поэтому, если кто-то не платит, тот за них платит. И это подращивают тарифы, и поэтому решение проблем неплатежей – это вопрос один из самых главнейших. Кроме этого, если подводить итоги работы в целом, думаю, очень важный закон был принят в части нового обложения, так называемый закон «Под развлекаемым запасом нефти», где, если раньше была плоская шкала нового обложения добытой нефти, независимо от условий недропользования, от условий добычи, то сейчас произошла дифференциация, зависимости от истощенности месторождения, глубины залегания пласта, мощности пласта, площины пласта и так далее. Это очень важный закон, который создает более-менее равные экономические условия для разных, о всем месторождении буквально уникальны. Достаточно сказать, что в целом сейчас в стране 46% всех запасов относится к тонн-зекаемым запасам, в нашем округе 26%, и процент тонн-зекаемых запасов растет. В перспективе еще и Баженовского свита, так вот для Баженовского свита, тонн-зекаемых запасов оценится 4 миллиарда тонн, установлена нулевая ставка НДПИ. Это очень важно. До этого только наш округ выдавал льготы и выпадающие доходы по налогу на прибыль, на полном углу на имущество в нашем округе нефтедобычкой недопользованием где-то 25 миллиардов рублей в год. Сегодня и государство стало давать в виде ставки НДПИ, дифференциации, такие преференции. В рамках принятия этого закона была принята поправка, очень важная для нашего округа, это отнесение затрат на себестоимость работы, связанной с зарезкой боковых стволов. Это очень работа, которая направлена на поддержание нефтедобычи на действующих месторождениях. Раньше затраты финансировали за счет прибыли, сейчас их можно в течение нового периода относить на затраты. Вот такие важные законы были приняты. Ну и в части снижения административных барьеров, только я, у меня порядка 15 законопроектов, направлен на улучшение ситуации вопросов снижения административных барьеров. А что еще можно сделать, чтобы нефтяникам облегчить работу? Вы знаете, я отвечаю за прохождение Государственной Думы законопроекта, который вносит Хатамасийская окружная дума. Вот один законопроект, который находится на рассмотрении, так называемый закон об НФР, НФР это налог на финансовый результат, это совершенно предложение по совершенно новой системе налогообложения нефтедобычи. Если вся действует искание системы налогообложения с дифференциацией, то есть то на добытной нефтой уплачивается определенный налог с момента начала добычи нефти, то новая система является мотивирующей. Она предполагает уже разделение рисков между государством и инвестором, нефтеразработчиком, более позднего начала уплаты налогов, в то же время, скорее всего, более скорый возврат инвестиций. И вот эта система, она более гибкая, она создает более лучшие экономические условия для разработки месторождений, как новых, сложных месторождений, самое главное, истощенных месторождений. И вот тот закон, который внесет, только его принятие позволит увеличить нефтедобычу по 16 месторождений, которые попадают в эксперимент, на 10 миллионов тонн в год. А вопрос поддержания нефтедобычи на нашем округе очень актуальный, потому что добыча нефти падает, и вместе с добычей нефти падают наши доходы. И любые способы, в том числе налогового стимулирования, поддержания нефтедобычи не очень актуальны. Ну, в общем, Госдума принимает целый комплекс мер для того, чтобы добыча нефти не падала. Да, конечно. И я надеюсь, и работа ведется между Минфирмой и Минэнерго сейчас, и я надеюсь, что в рамках уже осенней сессии, а такое поручение президента и есть, этот законопроект будет в Думе рассмотрен и принят. Я очень на это надеюсь. Скажите, а работа депутата, она, собственно, заключается только в законотворчестве, или это что-то еще? И как бы Вы сформулировали ключевые задачи, какие из них сложнее наиболее? Вы знаете, два направления. То, что я сказал, первое направление, это представление интересов нашего региона в Государственной Думе и на федеральном уровне. И второе направление, это представление защиты интересов избирателей. Вот то, о чем я говорил, законотворчество в интересах региона, развитие экономики, ТЭКО, это как раз работа в интересах региона. А что касается работы в интересах избирателей, здесь работа точная. Это прием по личным вопросам, обращение, всего было в СЗИ, я получил порядка 300 обращений граждан, это работа с обращением. Но через эти обращения видишь проблемность, какие вопросы требуют решения. Вот 50% у нас всех обращений, это вопросы обеспечения жильем, сноса веткового жилья, аварийного, балковая проблема, это тарифы ЖКХ, это капремонт, вот последний год очень много. И вопрос социального обеспечения. Ну, где-то третье обращение удается решить, где третье можно отнести, как бы я сказал, к нерешаемым вопросам, когда, допустим, обращается, но есть решение суда, вступившая в силу, просит отменить решение суда. И там мешаться действия хозяйствующих субъектов или правоохранительных органов. Мы не имеем таких полномочий, к сожалению, мы вынуждены отказывать в этом, мы не можем решить вопрос, потому что депутат обладает определенными полномочиями, и выше эти полномочия в рамках закона мы не можем действовать. Вот работа с обращениями, она очень важная, потому что это относится к еще одной системе защиты людей, простых людей. И там, где нарушен закон, надо поправлять тех, кто его нарушил. Или поправить закон иногда. Да, бывает такая вещь, что вещь системная, то есть много обращений по одному вопросу, тогда мы систематизируем информацию, вещь системная, это надо направить закон. И, соответственно, такая работа ведется. Мы начинаем работать с профильными министерствами, работаем с профильными комитетами в Госдуме, и вот ряд поправок, которые я вношу, уже направлены как раз на правку законов по итогам такой работы. Ну вот вы сейчас говорите в основном о каких-то законах, которые касаются нефтянки и газовиков, да? Но что из принятых решений касается граждан, жителей Югры, например, напрямую? Ну вот если взять тот же закон по улучшению платежной дисциплины, он касается не то, что граждан Югры, а всех, граждан России. Когда мы сделали анализ, понятно, что и оплата за ЖКХ, это тоже оплата за энероресурсы, то вычислили, что 77% всех жителей платит добросовестно исправно в течение первого месяца, даже более, если взять там в течение первого месяца, это где-то 88%. И только где-то 8% платят в течение трех месяцев, а 5% не платят никогда. И, по сути, это закон о принуждении платить вовремя, но для добросовестных граждан было сделано всегда наоборот. Если раньше за оплату в течение месяца начались пени, там 1-300 ставки рефинансированы, то сейчас пени отменены вообще. То есть первый месяц, если ты оплатишь, никаких пеней нет вообще. И только с второго, с третьего месяца начинаются более жесткие условия начисления пеней, чтобы стимулировать тех, кто может, но не хочет платить, платить все-таки в течение первого месяца. Да. Допустим, были приняты законопроекты по улучшению доступности к электроэнергии. Допустим, подключение сейчас до 15 киловатт, там всего 500 рублей оплата, и ты подключаешь либо садовый участок, либо дом. Или доступность подключению по газу. Если раньше ставка была дифференцирована, сейчас установлены стандартизивные ставки, и до 100 метров, неважно, ты находишься от источника снабжения, там 100 метров, 50 метров, утверждается тариф, ну, где-то в нашем области составляет где-то 23 тысячи, по-моему, и ты плачешь эту сумму, и подключающих газу. Это все было направлено на улучшение условий доступности энергетической инфраструктуры, так называемой. Это в интересах населения делалось. Еще один вопрос, касающийся коммунальной сферы. Очень часто жители и на встречах, и с нами, и с депутатами Госдумы говорят о коммунальных проблемах. Что можно еще улучшить в этой области? Ну, знаете, работа над улучшением ситуации в ЖКХ еще не закончена, она продолжается. В то же время по так называемым ОДНкам, норматив ОДН, эта работа отнесена на осень. И, кроме этого, ведется работа над улучшением учета поставляемых энергоресурсов и расчетов за них. В части улучшения учета ресурсов мы вышли с предложением, комитет по энергетике. В марте месяце мы провели круглый стол, рекомендации круглого стола направили в том числе правительства. Они есть на сайте нашего комитета. Есть предложение внести изменения в закон, в действительности 1 ФЗ. И если этот закон сегодня обязывает счетчики по учету на ресурсов возложенной обязанности по установке счетчиков на потребителя, наше предложение – обязанность по установке счетчиков возложить на поставщика ресурсов. И учет ресурсов, поверка этих счетчиков, чтобы это было обязано. Мы же со своими весами в магазин не ходим. То же самое и здесь. Почему здесь мы, потребители, обязаны ставить счетчик? Поэтому мы такую инициативу проявили. И, я надеюсь, уже новый состав Думы продолжит над этим работать. Потому что это, мне кажется, было бы очень справедливо. В части расчета за энергоресурсов есть предложение, чтобы расчеты шли напрямую на рассмотрящем организации, либо через так называемые транзитные счета. И такие работы должны быть тоже закончены осенью, приняты решения. И чтобы управляющая компания стояла не между потребителем и поставляющей организацией, а была наоборот в интересах потребителя. Человека контролировало и работало показания счетчиков, и работало в интересах потребителя, средствовоздающей организации. Это тоже новация. Я думаю, она будет доведена до принятия решения тоже в рамках уже весенней сессии. Такая работа очень важная ведется. Я надеюсь, что в этом году эта работа будет закончена. Скажите, ну вот вы пришли в Государственную Думу с должности руководителя крупнейшей газотранспортной компании. Какая работа сложнее и какая интереснее? В Думе руководителем такого ключевого комитета или у газовиков? Ну, любая работа интересная, если ты ее понимаешь, если ты включился и чувствуешь результат своей работы. Когда есть результат, всегда интересно работать, потому что работа на результат. Конечно, работа и депутатом, по сути, новая профессия. Я в этот период, я часто это говорю, на встрече с избирателем, я освоил новую профессию. Отличную от того, чем я занимался раньше. И работа эта намного сложнее. Она более многоплановая. И работа как общательство комитета, и работа с избирателями. Конечно, эта работа сложнее, но в какой-то степени может быть интереснее, потому что напрямую решаешь проблемы как региона, так и людей. Если я работал только в интересах одной компании, Газпрома, понятно, что Газпрома – это интересы страны. То сейчас масштаб работы изменился. Сейчас я работаю напрямую в интересах страны избирателей. Спасибо большое за это интервью. Сегодня гостем программы «Новости сругут комментарии» был Павел Завальный, председатель комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации, которая только что завершила свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok